МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ежегодная акция Лес Победы прошла в муниципалитете. Очень многие выходят с семьями, с петьми, чтобы посадить свое дерево, ухаживать за ним, чтобы смотреть, как оно растет. 1 мая во всех четырех парках округа открылся летний сезон. Бедновчан в этом сезоне в наших парках ждет насыщенная и интересная программа по всем территориям. В городе Коврове состоялось торжественное открытие Кубка России по мотоболу. Третье соревнование позначилось. Чемпионат Европы, чемпионат России, Кубок России. Ежегодная акция Лес Победы прошла в Московской области. В преддверии 9 мая жители Подмосковья высадили деревья и кустарники в память о погибших за родину. В Ленинском городском округе мероприятие провели на 37 площадках. Подробнее расскажет Олеся Попова. Более 400 молодых деревьев и кустарников за несколько часов появились на набережной реки Купеленки. Эта площадка стала центром акции Лес Победы в округе. Потрудиться вышли и жители окрестных домов, и школьники, и волонтеры. Присоединились к озеленению района глава муниципалитета Алексей Спаский и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Это не просто экологическая акция, это дань уважения, это наша родовая память, когда дети, внуки, правнуки, настоящие герои собираются вместе, чтобы почтить память и увековечить память о десятках миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашизмом. Вы видите, какое большое количество людей, люди привыкли, и очень многие выходят с семьями, с детьми для того, чтобы посадить свое дерево, ухаживать за ним, чтобы смотреть, как оно растет. В целых, хочется одновременно и поздравить, и поблагодарить всех, кто пришел, всех, кто принял участие. Акция «Лес Победы» и «Семейная». Многие приходят сюда с детьми, чтобы показать на примере патриотизм в заботе об экологии и чистоте своего города. Екатерина и Юрий рассказывают, работать с землей не боятся, любовь к труду прививают десятилетнему Владу и маленькой дочке Ане. Важно, чтобы дети видели, как работать вообще с землей, что такое труд, коллективная работа. В общем, праздник такой получается. Мне очень хочется, чтобы деревья росли. Потом, когда я вырос, могу спокойно сказать, что эти деревья я высадил, когда мне было примерно 10 лет. На акции «Лес Победы» все равны. И школьники, и почетные жители города, и предприниматели надели перчатки и взяли в руки лопаты, мечи Колесова и лейки. Благодаря совместному труду на набережной Купелинке появились ели, ивы, березы и небольшие кустарники вдоль тропинок. Во-первых, от этого получаешь колоссальное удовольствие, от того, что ты чувствуешь близость к природе, помощь. То есть это улучшение экологии в первую очередь. И, соответственно, делаем приятно жителям Купелинки Ленинского оброка. Будет цветущий, огромный, красивый сад. И каждый человек может сказать, а я посадил дерево. Мне это очень приятно, что я могу участвовать в такой акции. Во-первых, воспитание и чувство патриотизма. Это акция, которая говорит о том, что мы помним наших людей, которые защищали нашу Родину, Отечество. Мне интересно экологию, посадить деревья, помочь своим ребятам тоже помочь. Мы все вместе, командой. Всего в Ленинском городском округе за день высадили около полутора тысяч деревьев. По всей Московской области более 320 тысяч. После работы всех участников акции угостили полевой кашей и горячим чаем. Олеся Попова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Мемориал Великой Отечественной войны на Расторгуевском кладбище – одна из 37 точек на карте Леса Победы, куда отправились представители территориального отдела Расторгуева, местные жители, воспитанники спортивного клуба «Орленок». Поучаствовал в акции и наш мобильный репортер. Более двух десятков фамилий, не вернувшихся с войны, увековечены на мемориале в деревне Петрушино, за которым ухаживают местные жители. Здесь и стартовала акция Лес Победы. У меня во время войны погибли оба дедушки. И вот я считаю, вот это хорошее такое дело, когда мы высаживаем Лес Победы, мы как будто корнями уходим в те далекие годы, как будто ближе становимся с нашими погибшими родственниками. У памятника высадились десяток кустов можжевельника казацкого. Сейчас кустики маленькие, но обещают разрастись вширь и ввысь. После окончания работы в деревне Петрушино все вместе отправились на Расторгуевское кладбище, чтобы у мемориала Великой Отечественной войны высадить почти 40 туй. Наравне со взрослыми работали и воспитанники спортивного клуба «Орленок». Маша Боровенская уверена, память о героях-освободителях должна жить вечно. Нельзя никогда забывать историю о том, как наши солдаты дали нам мирное небо над головой и дали нам возможность спать спокойно. Наставник юных орлят, заслуженные тренеры России подзюду и местный депутат Гаджимурад Гаджимурадов всегда подает пример своим воспитанникам, считая, что именно в таких делах и рождается любовь к родине. Это надо, хотя это громкие слова, но это нужно не нам, это нужно нашему будущему поколению. И завтра они будут приводить своих молодых потомков, своих наследников и говорить, прививать вот эту историю нашу славную и отдавать такую дань памяти нашим героям. Каждому саженцу прикрепили таблички с именами. Со временем надписи маркером, конечно, сотрутся. Да и сами бумажные карточки сохранятся ненадолго. Но в людской памяти будут жить в веках подвиги тех, кто подарил нам день сегодняшний. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. 1 мая во всех четырех парках муниципалитета открылся летний сезон. И в одном из них, в Центральном, побывала наша съемочная группа. Здесь устроили веселый праздник для видновчан и гостей города. Екатерина Коваленко зарядилась прекрасным настроением. С приходом мая во всех парках страны традиционно открывается новый сезон. Готовы к нему и все четыре в Ленинском округе. На главной площадке в Центральном парке города Видное гостям подарили незабываемые эмоции и впечатления. Сегодня мы открываем парк. Мы подготовили его к летнему сезону. Народу сегодня много. Как вы видите, заработали аттракционы, заработали уже фонтаны. Ну, зоопарк, соответственно, также работает. И сегодня организованы и выставки, если вы видите, мастер-классы. Поэтому сегодня мы сделали такой небольшой праздник. В Центральном парке всегда многолюдно. Ну, а сегодня здесь настоящий аншлаг. Больше тысячи видновчан и гостей нашего города пришли, чтобы весело и интересно провести свой досуг. И выбор был действительно велик. Различные мастер-классы, интеллектуальные и развлекательные конкурсы, ярмарки и танцевальные шоу. В фотозонах гости могли сделать на память снимки, цветные автографы этого теплого дня. А еще можно было порисовать 3D-ручкой, взять интервью у прохожих или побыть моделью. Как тебе макияж твой? Классно. А смотри как? Вот брат счастливый уже тоже стоит. Классно. Креативно подошли участники праздника и конкурсу «Самый завидный видномобиль-2022». Десятки необычных транспортных средств, которые не встретишь на дороге. Первое место за семьей Лобановых, которой изолоном принарядили детский автопарк. Самокат и коляску, в которой, кстати, приехала малышка Полина. Мы все принимали участие. Главная мастерица у нас бабуля, которая творит своими ручками вот эту всю красоту. А мы генераторы идеи того, что хотим. А тяжело вообще? Сколько времени ушло? Два дня и десять пальцев. Все обожгла, все что только можно. Но результат красоты требует жертв. Ты доволен, что сегодня победили? Очень. И мне нравятся такие конкурсы. Центральный парк – особое место на карте Видного. Это настоящая точка притяжения, где можно классно провести время и получить массу положительных эмоций. Замечательное настроение. Сегодня 1 мая, день труда, мира, весны. Поэтому другого настроения не может быть. Хорошая погода, много людей. Я думаю, все получают удовольствие. Здесь всегда очень уютно, атмосферно. Сегодня такие классные мастер-классы проводятся. Очень интересная программа для детей. Старшая прыгает как раз на ней раскакал, как сейчас. С младшей слушаем музыку. Как думаете, это лучшее место досуга в нашем городе? Я думаю, что да. Здесь и аттракционы, и развлечения. Мы сюда приходим часто, но сегодня очень интересно, что много всяких развлечений бесплатно для деток. Рыбку половить, порисовать. Очень интересно, классно, здорово. С маленькими детишками так прийти погулять. Тысяча историй отсюда. Поэтому, конечно, как родное приходишь сюда. И то, что место живет и развивается, это супер. То есть муниципалитет прикладывает к этому усилию. Здорово. Первый майский день в Центральном парке получился веселым и наверняка незабываемым. Ярким обещает быть и весь сезон 2022. В этом сезоне в наших парках ждет насыщенная, интересная программа по всем территориям. Наш событийный стандарт будет насыщен разными активными мероприятиями, спортивными и творческими мастер-классами и интерактивными программами. Онлайн, оффлайн рубрики у нас будут действовать на территории всех парков. Обязательно приходите. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На федеральном портале формирования комфортной городской среды проходит интернет-опрос по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве. От города Видное на голосование представлено пять скверов. Подробнее об этих зонах отдыха и какие из них жители считают необходимым привести в порядок, в первую очередь, расскажем в нашем сюжете. Благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды у жителей муниципалитета появилась прекрасная возможность выбрать территории, где необходимо провести работы по благоустройству. В этом году на голосование выдвинуто пять скверов. Именно эти зоны отдыха соответствуют всем необходимым критериям. Это должны быть скверы, которые расположены в центральной части города, расположение вблизи социальных значимых объектов, дворовых территорий, общественных территорий, ну, где большое скопление людей. В интернет-опросе участвуют скверы 80-летия Ленинского муниципального района, 50-летие и 45-летие города Видное, юность и бульвар Завидная аллея. Проголосовать можно на единой платформе за городсреда.ру через портал госуслуг, если у вас есть авторизация на портале госуслуг или подтвержденный номер телефона. Видновчане активно поддерживают выбор этих общественных территорий для приведения в порядок. Для Лидии Федотовой сквер 45-летия города Видное – это место для ежедневных прогулок и встреч с друзьями. Дело в том, что раньше, конечно, он был более облагорожен, чем в последнее время. Деревьев и так вроде бы хватает, да, но не мешало бы побольше посадить более такие интересные, цветущие. Напоминаем, что голосование продлится до 30 мая. В сквере, который наберет наибольшее число голосов, в следующем году будет проведено масштабное благоустройство. Заменят малые архитектурные формы, асфальтовое покрытие, уличное освещение, высадят деревья и кустарники. Все работы пройдут в рамках государственной программы с учетом софинансирования из бюджета Московской области. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Более пяти тонн гуманитарного груза собрано в Ленинском городском округе с начала спецоперации на Украине. Очередная партия отправилась на сборочный пункт в Домодедове из жилого комплекса «Восточное Бутово». Максим Козлов расскажет подробнее. В этом контейнере, установленном в жилом комплексе «Восточное Бутово», особый груз, гуманитарный. Его собрали жители микрорайона, волонтеры. Огромную помощь оказали и представители бизнес-сообщества. В акции, которая была запущена Единой России депутатом Валерием Николаевичем Черниковым, было принято решение принять активное участие, так как судьба беженцев из Донбасса не безразлична. Первая партия коммунитарной помощи уже была отправлена, сейчас собрана вторая партия, которая тоже будет отправлена нуждающимся. Но прежде чем очередная партия уедет на сборочный пункт в Домодедове, продукты и вещи необходимо отсортировать. В этом процессе приняли участие волонтерский отряд Бутовской школы номер один, активисты школьного музея, представители военно-патриотического штаба учебного заведения. Приехали сортировать гуманитарную помощь для детей Донбасса. Я всегда хотела бы участвовать в подобных мероприятиях, и я считаю, что это очень полезно. Волонтерское движение сейчас только развивается в нашей школе, патриотическую деятельность тоже развиваем. Ну и вообще стараемся приучать ребят к тому, что нужно быть полезными не только себе, школе, семье, но и обществу тоже. После сортировки гуманитарный груз распределяется по машинам, принимает участие в процессе и координирует работу волонтеров депутат Валерий Черников. Он же стал одним из инициаторов установки контейнера. Контейнер будет стоять ровно столько, сколько это будет необходимо, поскольку мероприятия еще не завершены, люди к нам приезжают. Мы также отправляем гуманитарную помощь и в сторону Донбасса. Более пяти тонн гуманитарной помощи было отправлено из Ленинского городского округа с начала спецоперации на Украине. Работа пунктов сбора координируется местным отделением партии «Единая Россия» и общественной палатой округа. Хочу отметить роль общественной палаты. Они как соорганизаторы вместе с Советом депутатов провели уже первую встречу с вынужденными переселенцами, которые у нас находятся на территории. Фактически это уже наши жители, поэтому, естественно, мы однозначно их не бросим. Будем проводить в том числе и юридическую работу. Будем, значит, попытаемся максимально социализировать и помочь им в новом месте проживания. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. 1 мая в городе Коврове состоялось торжественное открытие Кубка России по мотоболу среди команд-участников «Видновский металлург», который в этот же день сыграл с Кировцем из Краснодарского края. С места событий наш корреспондент Юлия Погасьян. Когда-то этот стадион даже принимал чемпионат Европы по мотоболу. Сегодня в Коврове открывается Кубок России. Традиционно здесь присутствует команда «Металлург». С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области. Всей души желаю всем хорошего боевого настроения. Заряженности на успех и на победу. А всем зрителям желаю всего самого наилучшего в этот прекрасный день. День 1 мая. С праздником спорта! Открытие Кубка совпало с праздником 1 мая. Поэтому мероприятие приурочено еще и к этому дню. Выступают дети, символика Российской Федерации. Музыка. Чувствуется патриотизм и любовь к родине. Первый матч в рамках Кубка России «Металлург» играет с Кировцем из Краснодарского края. Кстати говоря, чемпионат России видновские ребята открывали со встречи именно с этой командой. Третье соревнование позначилось чемпионат Европы, чемпионат России, Кубок России. Я, естественно, уверен на 99-90, что «Металлург» будет в финале. Но, тем не менее, финал будет 7 мая. И, конечно, если наши земляки приедут из Видного, это будет просто подарок для команды, которые болеть будут именно за «Металлург». Поэтому, пожалуйста, приезжайте. Мы будем очень рады вас здесь видеть. Конечно, команда «Кировец» пока не конкурент «Металлургу». Третий период заканчивается со счетом 9-0. Сегодня чисто прикатывались к полю. Притирались, прикатывались. Поиграли два тайма и молодежь выехала. Ну, такие вот прикатки тоже, да, нужны перед важными матчами? Ведь мы знаем, что завтра вы встречаетесь с «Ипатово». Безусловно, конечно, нужны. К любому полю надо привыкать. Хоть и сколько лет сюда ездим, играем. В любом случае, нужно прикатывать к своему полю. На нем играешь, ты привыкаешь. А к любому полю надо привыкать. Закончилась встреча со счетом 13-0 в пользу нашего родного «Металлурга». Впереди у игроков еще шесть дней игр в рамках Кубка России по мотоболу 2022 года, который, напомним, проходит в городе Коврове Владимирской области. Юлия Погосян, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.